Добрый вечер! Вы смотрите новости на Катунь-24. С вами Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. 277 миллионов рублей вложили в строительство яслисада в Рубцовске. Он станет первым в городе, куда будут принимать малышей от года. Депутаты Госдумы в окончательной редакции приняли закон, позволяющий бесплатно подводить газ к участкам россиян. В Барнауле презентовали туристический проект «Узнай Барнаул сам». Чтобы прикоснуться к истории города, нужен только мобильный телефон и QR-код одной из достопримечательностей. И кооперативной информации. В Барнауле произошел масштабный пожар на Барнаульском оптовом рынке, который находится по адресу Власихинская, 59-2-е. Прямо сейчас на месте происшествия находится наша съемочная группа. Работает Алина Пенигина. Здравствуйте, Алина. Расскажите на данный момент, что известно о случившемся. Да, здравствуйте, Анастасия. Мы сейчас находимся на территории оптового рынка. И здесь сегодня произошло возгорание. Подробнее мы узнаем у Макарова Александра Владимировича, генерала-майора, начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, что сегодня произошло на территории рынка? Значит, поступило сообщение на пульт пожарной связи о возгорании в спадском помещении. Горела база, торговая база. Площадь пожара на момент локализации составила 850 квадратных метров. Подразделения пожарной охраны работали по повышенному рангу пожара. Сегодня самостоятельно эвакуировано было 120 человек работники базы. Никто не пострадал. Подразделения пожарной охраны также было эвакуировано два баллона. Один газовый, другой кислородный баллон. Сейчас локализация пожара. Предотвращено распространение пожара на ближайшие постройки. Всего у нас было создано два боевых участка. Порядка 70 человек личного состава. 18 единиц техники. Спасибо большое, Александр Владимирович. У меня на этом все. Передаю слово коллегам в студию. Анастасия. Да, Алина, спасибо. Ждем от вас подробностей. Я продолжу выпуск. Депутаты Госдумы в окончательной редакции приняли закон, позволяющий бесплатно подводить газ к участкам россиян. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт до границы домовладения конкретного человека, газ будут обязаны подводить за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам. Напомню, газификация Алтайского края должна завершиться к 2030 году. За последние пять лет было построено 736 километров сетей. Переведено на газ 411 котельных и почти 20 тысяч домов. Контроль корпоративных сим-карт, маркировка сыра и мороженого, а также ужесточение штрафов. Как изменится жизнь россиян в июне, расскажем далее. С 6 июня банки будут пояснять заемщикам причину отказа в ипотечных каникулах. Раньше кредитор мог отказать в предоставлении такой услуги и предложить варианты реструктуризации. Однако такие программы лишь увеличивают долги населения. Теперь появилась возможность избежать необоснованных отказов и навязывания банками своих программ. Теперь дорожная полиция может выписать штраф не только за непристегнутый ремень, а также за его неисправность или полное отсутствие. Штрафовать будут машины, которые используют покрышки не по сезону. А вот перевозить газовые баллоны теперь необходимо только при наличии заводского паспорта. Такие меры введены, чтобы уменьшить количество инцидентов со взрывами. Санкция за все эти нарушения стандартная – 500 рублей. С 1 июня необходимо регистрировать все корпоративные сим-карты на портале госуслуг. Причиной такого нововведения стали участившиеся случаи продажи серых симок в несанкционированных точках. С 1 июня обязательной станет маркировка сыра и мороженого. В России внедрение маркировки для молочных продуктов в качестве эксперимента проводят на добровольной основе с 20 января 2021 года. Это нововведение станет обязательным для таких продуктов с 1 сентября. Анна Алымова, Алина Пенигина. Новости. И к другим темам. В районном центре Краснощокова отремонтируют детский сад «Малыш». Он построен в начале 80-х годов и с того времени капитальный ремонт не проводился. По краевой адресной инвестиционной программе на проведение работ выделено 30,5 миллионов рублей. Кроме ремонта, рабочие благоустроят территорию и частично заменят оборудование на игровых площадках. Все работы планируют закончить уже в этом году. Детский сад посещают 200 воспитанников и в будущем руководство планирует увеличить количество мест. Здесь планируется выполнить все, начиная с замены кровли, утепления фасада, замена окон. Планируем выполнить внутреннюю отделку, включая систему коммуникации, заканчивая пожарной сигнализацией и установкой видеонаблюдения. Предполагается провести ремонт дорожек, ограждения, провести установку покрытия, игровых площадок. Провести не только ремонт полностью двух корпусов, но и провести, соответственно, благоустройство. 277 миллионов рублей вложили в строительство ясли сада в Рубцовске. Он рассчитан на 280 детей. Этот ясли сад станет первым в городе, куда будут принимать малышей от года. Обычно берут от полутора лет. Проблем для детей от трех до семи в принципе в городе нет. Все желающие попадают в детские сады, которые они хотят. А, соответственно, в возрасте от года до трех, часть проблемы будет снята. Названия у садика пока нет, только известно, что его оформят в морской тематике. Фасад раскрасят в голубых тонах. Нарисуют на нем рыбок, русалок и осьминогов. Около здания оборудуют физкультурные и прогулочные площадки. Живем рядышком, тут неподалеку. Очень хотелось бы, чтобы ребенок попал в этот новый садик. Очень красиво смотрится снаружи. Надеюсь, и внутри будет здорово. Хотелось бы верить, что будет и персонал. Подобран очень хорошо. Сейчас подрядчики занимаются устройством кровли, сети отопления, электричества и внутренней отделкой. Объект планируют сдать в начале следующего года. И к другим темам. В Барнауле прошел открытый кубок Алтайского края по экстремальным видам спорта. Подробнее о них расскажем в нашем сюжете. Больше ста человек приняли участие в открытом кубке Алтайского края по экстремальным видам спорта. Дисциплины три. BMX, скейтборд и трюковый самокат. Среди учеников не только жители края, но и других регионов. Петр Колесов из Новосибирска. Велоспортом занимается уже около девяти лет. Рассказывает, на соревнованиях в Алтайский край приехал не только за победой. Тут ты испытываешь те эмоции, которые ты не спытаешь нигде больше. Кроме как катаясь именно в таких экстремальных видах спорта. Надо просто кататься ради удовольствия, а там уже как бы пойдет, не пойдет. Такие соревнования в крае проходят ежегодно. И участвуют в них зачастую совсем не профессионалы. Все в основном самоучки. И тренера у нас все в своем самоучке. Ну, в силу того, что это новый спорт. Организаторы рассказывают. Некоторые спортсмены к таким соревнованиям готовятся годами. А затем берут себе учеников, которые также развивают экстремальные виды спорта в Алтайском крае. Алина Пенигина, Дмитрий Козерлыга. Новости. 45 детей проходят лечение в краевом детском психоневрологическом санатории. Для тех, кто встречает праздник вне дома, студенты Академии гостеприимства устроили представление. Вот уже 8 лет 12-летний Максим Пожидаев находится под наблюдением врачей краевого психоневрологического детского санатория. Диагноз «детский церебральный паралич» не мешает ребенку жить полноценной жизнью. Максим учится в общеобразовательной школе, занимается выжиганием по дереву и планирует в будущем открыть свой ресторан. Однако это не единственное его желание. Моя мечта – чтобы ноги поправились. И она действительно может осуществиться. В детском санатории Максим несколько раз в год получает комплексное лечение. Его мама Ирина Пожидаева уже заметила положительную динамику. Очень большая польза от этого санатория. Во-первых, мы вообще не ходили. До трех лет мы вообще не ходили. Вот. И, во-первых, у него спастика сильно большая была. Ну, а сейчас намного лучше. И после операции мы здесь лежали на реабилитации. И вот эти все процедуры, они очень хорошо расслабляют и очень хорошо помогают. Курс лечения в санатории длится три недели. Врачи заметили – особую роль в программе выполняют игровые тренировки. Любая тренировка для ребенка, она, конечно, наиболее эффективна в форме игры, которые позволяют менять усилия, следить за происходящими действиями. Ну, допустим, мы наблюдали, Максим работал, игра футболиста. Для того, чтобы сместить вратаря вниз, нужно ослабить темп движения и усилия. Чтобы поднять его вверх, надо движение совершать более интенсивно. Ежегодно лечение в психоневрологическом санатории проходит около полутора тысяч детей в возрасте от двух до четырнадцати лет. Софья Житина, Дарья Коншина, Анатолий Фукс. Новости. И продолжаем выпуск. Детско-юношеская газета «Сами» запустила краевой социальный проект «Анонимное письмо родителям». Подробности в сюжете. Ежегодно детско-юношеская газета «Сами» реализует несколько социальных проектов. «Анонимное письмо родителям» – это возможность наладить отношения между поколениями. Сегодня в парке «Солнечный ветер» дети могли оставить свои послания как в электронном формате, так и от руки. Из главных целей этого проекта – это в первую очередь дать детям возможность высказаться, рассказать о том, что их волнует, какие у них есть проблемы, какие у них есть переживания, то, что они не могут сегодня рассказать своим родителям, потому что у них не сложились там доверительные отношения или они стесняются. Ну а второстепенная задача – это провести такой мониторинг, социальный мониторинг, посмотреть, какие настроения у нас вообще сегодня у подростков. Сейчас электронная форма доступна на сайте газеты «Сами». Организаторы гарантируют авторам безопасность и анонимность. Регистрироваться или указывать личные данные не нужно. Письма будут опубликованы в номерах газеты за июль и август, а также на сайте «Сами». Можно написать в тебе что-то хорошее, то, что ты, возможно, стесняешься сказать, или то, что ты хочешь сказать, но у тебя нет возможности, потому что у вас не такие хорошие отношения в семье, но ты действительно за что-то благодарен. Самые проблемные и трогательные материалы организаторы обсудят с психологом. Комментарии специалиста появятся в газете вместе с письмами подростков. Это поможет не просто обозначить конфликтные моменты, но и улучшить отношения с детьми. Анна Алымова, Светлана Казаковцева, Сергей Балуев. Новости. Какая улица старейшая в краевой столице, что было в Нагорном парке сотни лет назад? На эти и другие вопросы отвечает туристический проект «Узнай Барнаул сам». Чтобы прикоснуться к истории города, нужен только мобильный телефон и QR-код одной из достопримечательностей поблизости. Подробности в сюжете моих коллег. Горная аптека на улице Ползунова. Здесь начинается наше путешествие по историческим местам краевой столицы «Узнай Барнаул сам». Так называется проект, разработанный отделом по развитию туризма администрации города. Это мини-экскурсия, на которую можно попасть через QR-код. Он читается с помощью телефона. Горная аптека – одна из первых точек на нашем маршруте. Открывается сайт проекта. Что мы видим? Карта маршрута, на которой указано 12 точек. Мы сейчас на третий. Вот у нас фото и краткое описание. Читаем. Первое кирпичное здание в Барнауле, построенное в конце 18 века. Здесь готовили лекарства из местных трав, которые выращивали в аптекарском саду. Он находился напротив, через дорогу. Сейчас это парк культуры и отдыха «Центральная». Он тоже отмечен на карте. Интересно, знают ли жители, что было раньше на месте парка развлечений. Солнышко я не знаю даже, если честно. Где-то спичечная фабрика была. И что-то, наверное, ну, может, заводы какие-то здесь были. Я совсем-совсем не местный житель. Я приезжаю, даже понятия не имею, если честно. Я думаю, что он был всегда, поскольку, насколько я знаю, центральный парк города Барнаула, он находится в самой старой части города. И он был здесь всегда. Кажется, проект актуален для жителей города, а также туристов. Кстати, там есть возможность поменять язык на английский. А тем временем мы идем по второй точке маршрута, куда нас направила карта. Это вся улица Ползунова. По обе стороны, согласно описанию, сохранились исторические здания 18-19 веков. Эта улица появилась в городе сразу после основания Барнаульского сереброплавильного завода. Вы знаете о проекте «Узнай Барнаул сам»? Ну да, рассказывали. А давайте я научу вас им пользоваться. Давайте. Давайте подойдем ближе к табличке. Смотрите, благодаря этому проекту вы сможете больше узнать об истории Барнаула. Мы берем телефон, подносим к этому QR-коду, и у нас появляется ссылка. Мы по ней переходим. И вот у нас появляется сайт проекта. А экскурсии? Суть экскурсии в том, что узнаешь Барнаул сам. Сам, да. Ну тоже неплохо. Очень даже. Идеи-то впервые в других городах такого нету. Мы только за. Пойдете на экскурсию сами? Да, сходим. Все сейчас мы на танце, а так будем ходить. Нагорный парк, набережная реки Обь, площадь Баварина, проспект Ленина и другие. Всего 12 точек на карте. Конечная, Купеческая улица на Льва Толстого. В целом, экскурсия займет пару часов. За это время можно открыть для себя подробности почти трехсот летней истории Барнаула. Анастасия Меншакова, Алексей Михайлов. Новости. И на этом все. С вами была Анастасия Борисова.